Издательство «Эксмо» представляет Ирина Градова, «Рай для неудачниц». Читает Виктория Романова. «Расплатой за наши подозрения становится то, о чем мы подозревали». Генри Дэвид Таро. Луна выглянула из-за облаков, осветив дорожки, аккуратно подстриженные кусты, деревья и статуи, ровными рядами расположившиеся вдоль аллеи, уходившей в ночное марево в глубине парка. Несмотря на конец лета, в воздухе уже чувствовалось ледяное дыхание близкой зимы, и он щипал и покалывал кожу, словно тысячи мелких иголок. В одной пижаме и тапочках девушка ощущала себя практически голой, но холода не чувствовала. У нее имелись более серьезные причины для страха. Они уже нагоняли ее. За спиной так и слышалось тяжелое, прерывистое дыхание преследователей. Девушка взглянула на свои руки. Когда-то ухоженные и белые, сейчас они были покрыты запекшейся кровью. Тени в конце аллеи сгущались, колеблясь в призрачном свете луны, словно вода в бассейне. Сам бассейн, накрытый пленкой, подсвечивался снизу бледно-зелеными лампочками. Все казалось таким спокойным, таким безопасным, но она-то знала, что безопасность — это мнимая. На самом деле они нарочно создали такое впечатление, чтобы не вызывать подозрений. Но она их раскусила. И теперь ничто не сможет удержать ее в этих стенах. Ничто и никто. Преследователи приближались, и она, секунду поколебавшись, вступила в темную аллею, оглянувшись напоследок всего лишь раз, чтобы раствориться в ночном тумане. Холодная роса на траве заставила ее поежиться. Но мысль о том, что впереди ворота, за которыми ее ожидает свобода, заставила девушку немедленно забыть о неприятных ощущениях. Еще пять минут, и она спасена. За невысоким аккуратным забором с чугунными воротами мужчина средних лет в спортивном костюме граблями убирал сухую траву и листья. Он работал не торопясь, сознанием дела и явным удовольствием, словно ценя каждое мгновение, проведенное на природе. Погода и в самом деле была отменная. Несмотря на середину сентября, дни стояли теплые, и только к вечеру заметно холодало. Здесь, в 20 километрах от города, дышалось легко, словно Питер находился на другом конце земного шара. Тоня с наслаждением втянула ноздрями осенний воздух, напоенный ароматами свежескошенной травы, поздних цветов и опилок. Где-то рядом строился небольшой коттедж. Она уже думала, что ничто ее теперь не порадует. Тяжело вздохнув, Тоня толкнула калитку, и через пару секунд оказалась нос к носу с огромным мраморным догом. Пес встал на задние лапы, опершись передними о калитку. Он не издал ни звука, но вид имел довольно серьезный, если не сказать угрожающий. «А ну-ка, фу, да?» К забору подскочил мужчина, которого Тоня видела собиравшим листву. Команду он произнес почему-то с вопросительной интонацией. Но дог, похоже, все понял правильно и соскочил на землю. Его длинный хвост лениво колыхался туда-сюда, словно пес не знал, стоит ли оказывать гостей теплый прием. «Вам кто?» — дружелюбно поинтересовался мужчина в спортивном костюме. Тоня поняла, что это своеобразная интерпретация фразы «вам кого?» и ответила. «Мне бы Андрея Эдуардовича, если можно». «А, нет, нельзя, нельзя», — энергично замотал головой мужчина. «Нету его дома, нету». «Но сегодня же воскресенье», — недоверчиво воскликнула Тоня. «Даже Андрей не работает по выходным». «А он и не работает», — согласился незнакомец. Теперь Тоня убедилась, что это, очевидно, тот самый Раби, домоправитель. «Только нельзя с ним говорить, понимаешь, да?» «Почему?» «Занята он, ясно, да?» «Чем это он так занят, что не может встретиться со старой подругой?» «Старая подруга?» — подозрительно нахмурившись, переспросил Раби и тут же отмахнулся. «Неважно, доктор ни с кем не разговаривает. Болеет, да?» «Болеет?» — встревожилась Тоня. «Чем?» Вместо ответа Раби легонько постучал по своей круглой черепушке, отчего она еще больше разволновалась. Да, конечно, они давненько не виделись с Андреем, и ей следовало хотя бы время от времени позванивать ему. Или, может, это ему следовало? «Операция была очень серьезной, да?» — продолжал Раби. «Доктор говорит, отдыхать надо. Вот как. Отдыхать, чай пить и спать». «Послушайте, Раби», — быстро заговорила Тоня, боясь, что домоправитель сочтет разговор оконченным и выставит ее за ворота. «Мне очень нужно поговорить с Андреем. Это вопрос жизни и смерти. Я... я просто не знаю, куда еще обратиться». Раби собирался ее прогнать, несмотря ни на что. «Хозяину сейчас не нужны никакие сильные эмоции, а эта женщина источала их в огромном количестве». Однако, обладая колоссальным терпением и выдержкой, Раби все же имел одну слабость. Он на дух не переносил женских слез. А у гостей глаза были на мокром месте. И домоправитель понял, что не сможет так просто избавиться от нее и запереть ворота. «Ладно», — тяжело вздохнул он, отступая в сторону. «Проходи, да?» Тоня поторопилась воспользоваться приглашением. Раби повел ее за дом, в глубину сада. Там под раскидистой яблоней стоял добротный деревянный шезлонг, накрытый толстым стеганым покрывалом. В нем спиной к ним полу лежал человек. «Вот», — указал пальцем домоправитель. «Десять минут, и я прихожу». Тоня обошла шезлонг справа и остановилась. Андрей, похоже, дремал, заботливо укутанный в шерстяной плед, и потому не почувствовал ее появления. Как же он изменился со дня их последней встречи. У Тони защемило сердце, когда она одним взглядом охватила его худое тело и осунувшееся лицо. Казалось, его белые волосы сливаются с лишенными здоровых красок лбом и щеками. Но, несмотря на все это, Андрей, как ни странно, выглядел моложе, чем она ожидала. «Значит, он перенес какую-то серьезную операцию?» Внезапно глаза больного распахнулись. Тоня на мгновение задержала дыхание. Взгляд широко открытых глаз Андрея, голубых и прозрачных, всегда действовал на нее так. Она испытала легкое раздражение от того, что и сейчас, похоже, ничего не изменилось. Безучастное выражение, какое бывает у людей, только что очнувшихся ото сна, изменилось, как только Андрей выхватил глазами из золотисто-зеленого окружения сада невысокий женский силуэт. Он еще испытывал трудности с фокусировкой зрения. Шилов говорит, что это пройдет со временем. Однако ощущения, надо сказать, пренеприятнейшие. «Здравствуй, Андрюша», — произнес знакомый голос, и смутный силуэт стал приобретать знакомые черты. «Тоня? Ты?» Она изменилась. Не то чтобы постарела, но черты лица стали менее четкими. Немного располнела, но это ее не портило. Отпустила волосы, и теперь они крупными локонами вились по плечам. И еще в них появилось много седых прядей. «Ну, не надо встречать меня так, будто я восстала из мертвых», — улыбнулась Тоня, ласково коснувшись рукой его щеки. Пальцы ее были холодными и сухими. «Я живу в том же городе, всего в получасе езды от тебя, помнишь?» «Нет, ты уж сиди, пожалуйста», — предупредила она, заметив, что Андрей пытается подняться. «А не то твой охранник меня прибьет». Он и так отвел мне всего десять минут для разговора, и я попробую ложиться в срок. «Ты могла хотя бы позвонить», — упрекнул он ее, с видимым облегчением откидываясь обратно на спинку шезлонга. Несмотря на внешнюю браваду, с которой Андрей встречал порою навязчивую заботу Рабби, он чувствовал, что ослаб сильнее, нежели готов признать. «А я звонила, Андрюша, но твой мобильный все время отключен, а по-домашнему отвечает автоответчик». «Это Рабби», — вздохнул Андрей. «Он почище мамаши будет. Сюда не ходи, это не ешь. А я-то думаю, почему никто не звонит, не приходит». «Да уж», — согласилась Тоня. «Он охраняет тебя как пес, это верно». «Прости, я не предполагала». «Ерунда». «Да нет, Андрюша, не ерунда. Тебя оперировали, а я даже ничего не знала». «Откуда тебе знать? Я никому не сообщал». «Так что заставило тебя приехать, Тоня?» «Ты же не проведать меня пришла». Она взглянула на него из-под ресниц, не поднимая глаз. Да, он не мог ожидать, что она захочет его навестить просто так. Их расставание прошло тяжело и болезненно для нее. И хотя с тех пор минуло 27 лет, Тонне сейчас показалось, что это произошло только вчера. «Ты прав», — кивнула она. «Я по делу. Вернее, мне нужен ОМР. Так ведь называется организация, которую ты возглавляешь».